Здравствуйте, дамы и господа, это Boneworks. Мы продолжаем смотреть на всевозможные модификации. В первую очередь посмотрим на очень любопытного NPC под названием Fortnite. На самом деле это замаскированная 2B, как вы видите, причем в двух вариациях. И второй вариант уже называется 2B, а не Fortnite, и даже не PUBG, что удивительно. Ля какая. Так, давайте сразу дефектных будем удалять, чтобы они не падали и не демонстрировали. Позы всевозможны, потому что мы с армату не показываем, естественно. Только стильное одеяние 2B. Так, ну что ж, моделька выглядит вполне неплохо, но поведение точно такое же, как и у Форда, естественно. Потому что SDK как раз-то просто позволяет уже привычных NPC заменить, а точнее заменить их модельку. А вот поведение никак особо... на поведение никак особо не повлияешь. Разве что скорость увеличить, уменьшить и так далее. Форд, это ты? Меня не проведешь. Не признается. Но я-то знаю, что внутри этой хрупкой дамы, хотя в игре она не совсем хрупкая. Посмотрим, насколько она сильна здесь. Я думаю, ХП у нее немного. И против женщин у меня есть особое оружие. Я думаю, многие из вас догадались. Замечательная сковорода. Я, конечно, не сексист, но я должен... Я должен использовать именно это оружие. И я слышу крики Форда. Он все еще здесь. Возможно, в моей голове. В общем, не совсем понятно, какие идеи преследует автор. Может быть, он жена-ненавистник или просто ненавидит, питает какую-то глубокую ненависть к этому персонажу. Или к японским играм в целом. И, может быть, таким образом он решил отыграться. Вполне возможно. Но мы не будем в чужие головы залезать. Мы не будем исследовать что-то потаенное, подсознательное. Лучше устроим битву. To be против нулевых. Так как это нейтрально настроенный персонаж. Особо с ними не повоюешь. Нужно спровоцировать. Ну и, соответственно, мы только что проверили, что ХП у нее столько же, сколько и у Форда. Так что я предлагаю устроить битву. И посмотрите, справятся ли дамы против мужуанов. Докажут ли они, что феминизм рано или поздно победит. Прямо сейчас мы об этом и узнаем. Ну или, скорее, роботы победят. Учитывая весело. Так, ну что ж, пока не похоже, что дамы выйдут из этой битвы победителями. Победительницами. Вот это был удар. Просто в лицо. Так, женщина пока пинает каблуками лежачего. Добивает его. И двое против двоих. Но, похоже, она слишком обворожительная. И один из нулевых не может отвести взгляд от ее красоты. Но, тем не менее, похоже, это победа нулевых. Если, конечно, оставшаяся дама не докажется обратно. Фишка в том, что она хромая. Она, конечно, демонстрирует нам позы. И, по-моему, она хочет поднять своего товарища. Точнее, подругу. Но ничего у нее из этого не получается. Так что можно феминитивы не использовать. Потому что феминизм повержен, похоже. Не знаю, почему она сагрилась именно на свою подругу. Может быть, одна другую задела. Так что, боюсь уже ничего не поделать. В этой схватке победили нулевые. Ну, или, может быть, дружба. Дружба между полов, в конце концов. И дама осталась жива. И два нулевых. Уж не знаю, какому полу они принадлежат. В конце концов, все мы знаем, что существует огромное количество гендеров. Но это еще не все. Сейчас мы переместимся на карту. Которую я откопал на сайте с модификациями. И эта карта посвящена трону. Соответственно, карта в стиле фильма «Трон». Называется «The Grid». Давайте переместимся как раз в самую подходящую локацию. Чтобы посмотреть на карту. На всякий случай, я здесь выключу музыку. Потому что, вполне возможно, она закоперачена. Так, ну и мы в каком-то кабинете оказываемся. Низкополиканальные объекты. Но, тем не менее, выглядит вполне симпатично. Почему-то диван прямо перед дверью. Которая кирпичная, к тому же. Как будто вход в некий бункер. Честно говоря, я фильм «Трон» не смотрел. Так что, не знаю, это прямая отсылка. Или, может быть, косвенная. Может быть, просто в стиле. Это окружение в стиле «Трон». Так или иначе, я думаю, эксперты в комментариях подтянутся. И здесь довольно низкие арки. Проходные. Так, и судя по всему, музыку вырубить нельзя, к большому сожалению. Так что, скорее всего, вы не будете слышать вообще никаких звуков. Я вырежу это на монтаже. Или, может быть, вставлю в какую-нибудь другую. Какие перилы классные. Как будто из ламп. К сожалению, они не имеют коллизии. Так, поднимаемся по лестнице. И сейчас, похоже, выйдем в город. Если это город, конечно, город будущего. Да, таких дорог России не видать уж точно никогда. Кстати, на удивление, я так понимаю, паспасмурный день. Или что-то вроде того. Небо довольно светлое. Я вижу какую-то текстуру низкого разрешения вдалеке. Даже есть задники. Так, ну и, собственно, карты представляют из себя вот такие вот панели. И достаточно серьезное пространство. А вот это, похоже, огромная видеокарта. По всей видимости, в будущем. Обычно игроки их тоже купить не смогут. Потому что они будут использоваться как опоры для зданий. Немного напоминает форму новой серии. RTX от Nvidia. Так, ну что ж, я предлагаю взять Небузган и немного полетать. Потому что здесь, по сути, вы сможете, во-первых, кататься на машине. Потому что довольно продолжительные дороги. Если это можно назвать дорогами. Также здесь можно посетить несколько зданий. Устраивать какие-то битвы. Какая-то арка. Как будто портал. Даже что-то похоже на парковку. Ну, давайте поднимемся на самый верх. Ки-башню. Симпатичная панорама, на самом деле. Несмотря на то, что, естественно, мы видим, что это текстура и довольно низкого разрешения. Все равно выглядит довольно уникально. Так, ну и самая высокая башня. Боже мой, посмотрите, какие конструкции. Не знаю, что. Вот это вот такое. Незадалека, наверное, напоминает какой-то Sky-Fi-кран. Так, и судя по всему, мы очень долго будем подниматься наверх. Но карта действительно масштабная. При этом не сильные просадки FPS. Здесь с производительностью все более-менее нормально. Каким-то образом разработчику удалось. Все это оптимизировать. Так, ну и здесь даже что-то есть. Возможно, это место даже имеет коллизию, и мы можем туда запрыгнуть. К сожалению, конечно, транспорта здесь нет. Отдельно мы только можем заспаунить из другой модификации. Скорее всего, это какое-то посадочное крыло. Да, здесь, смотрите, даже звездолет какой-то. Стильный. Так, но до самого верха мы еще не дошли, не долетели, точнее, в нашем случае. Сейчас как раз-то и посмотрим, если у этого здания коллизии смогу ли я там на вершине стоять и смотреть свысока на весь мир. Я как будто в музее на самом деле. Как будто небольшой павильон, где некая инсталляция в виде города. Так что можно сказать, это даже какой-то экспириенс в плане туристического. Грозные тучи. Мы все выше и выше, осталось совсем немного, и мы будем на вершине. Я просто как Супермен. Так, ну что ж, времени потребовалось много, но мы наконец-то наверху сейчас посмотрим. Барабанная дробь. И да, здесь тоже можно устроивать битвы. А учитывая то, что на какой мы серьезной высоте можно и форды отправить вниз. Эта башня напоминает гонконгскую. Или где-то там в этом районе, с которой прыгают то ли с парашютами, то ли на тросах. Он как маленький муравей. Он все еще летит, я по-прежнему его вижу, он уже превратился в пиксель. Все, он исчез. И больше его никто не видел, но его все знали как смельчак. Смотрите на этот смог. Какая-то по-прежнему туча. В общем, карта действительно интересная, при этом можно ее использовать в качестве каких-то масштабных битв. Никто вам в этом плане не мешает, но здесь минимальное количество. Объектов. Здесь скорее именно простор. И масштабность. Так что можно заспамить машину, например, покататься здесь и устроить какие-нибудь сцены. Ладно, на этом я думаю мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok